Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы — учитель Перри Стоун. Хочу приветствовать всех зрителей фестиваля Манны из Иерусалима. Это часть так называемого Старого Города. Мы находимся здесь в то время, когда в эту землю стекается множество народов. В это время в Израиле еще никогда не было столько туристов. Поэтому я решил поделиться с вами посланием, о котором я уже давно думаю. Называется оно «Израиль и Иерусалим. Ключ к вашему процветанию и благословению». Но я сразу же хочу сказать, что это нетрадиционное послание о процветании. Я расскажу вам о ключе к Божьему благословению, которое находится на нашем служении. Оно связано с Израилем и Иерусалимом и заветом Бога с этой землей. И сегодня мы поговорим об этом и о важности Иерусалима и Израиля в вашем благословении и процветании, а также Божьем благословении в вашей жизни. Хочу рассказать о том, что у нашего служения есть три здания в Кливленде. Первое здание — это «Голос евангелизма», которое мы построили много лет назад. Еще у нас есть телестудия площадью в 4000 квадратных метров, и она была построена в 1998 году. Также у нас есть международный центр «Омега» площадью в 7000 квадратных метров. В этом здании проходят наши собрания по вторникам, а также все наши конференции, на которых присутствуют до 4000 человек. Все эти здания мы построили без долгов. Возможно, вы не знаете, но если вы наш партнер, то вы это знаете. Наше служение никогда не рассылает письма с просьбой прислать нам деньги. Я не против того, чтобы другие служения делали это, но за 41 год моего служения я отправил всего одно такое письмо, в котором просил о срочной помощи. Кто-то скажет, как же вы справляетесь со всеми расходами этого служения, «Телевизионное время» стоит около 6 миллионов долларов в год. Вы знаете, что в конце программы мы предлагаем учебные материалы, и это большое подспорье, но я считаю, что главные ключи — это Израиль и Иерусалим. И сегодня в программе я дам вам многие из тех ключей, которые дал Бог нашему служению. Если вы пастор церкви, то вам обязательно нужно услышать это послание, потому что многие церкви и служения находятся сейчас в долгах. Так как же Бог двигается, благословляя ваше служение и работу? Во-первых, вам нужно быть полностью в воле Божией. Важно, чтобы вы не начинали строить лишь потому, что люди давят на вас. Важно, чтобы вы строили, потому что Дух Святой сказал вам об этом. Мы построили Омега-центр во время экономического коллапса в Америке. Три банка, с которыми мы сотрудничали, не давали нам суду на строительство. И мне пришлось молиться и верить Богу в финансы, но я никогда не боялся строить, потому что имел откровение в своем духе, что я должен построить место собрания для многих поколений. Итак, во-первых, будьте уверены в том, что вы точно находитесь в воле Божией. Во-вторых, организуйте молитвенную команду, которая будет молиться о доходах. Вместо того, чтобы обращаться к зрителям или рассылать письма с просьбой о помощи, мы просто молились. Женщина по имени Эллен Кенноут молилась на основании Писания и просила Бога дать нам деньги на нашу работу. То есть мы буквально вымолили финансы. Я говорил нашей молодежи, нам нужен миллион долларов. Призывайте его. И они молились и призывали. И мы получали чеки сверхъестественным образом. Молитва — это настоящий ключ. В-третьих, мы провозглашаем Писание над тем, что нам нужно. Библия говорит, что Бог следит за исполнением Своего Слова. Поэтому, когда вы молитесь Словом Божьим, то молитесь в соответствии с тем, что Он сказал. Согласно книге «Числа», Бог не человек, чтобы ему лгать. Иными словами, если Он что-то пообещал, то сделает то, что пообещал, если вы будете отвечать требованиям. Главное требование — это чистое сердце и праведность. Четвертый пункт очень важный. Как лидер, вы должны платить десятину и быть даятелем. Я никак не могу понять, почему люди, которые читают Библию, выступают против десятины и даяния. Сатана не хочет, чтобы вы давали десятину, потому что он знает, что даяние способствует распространению Евангелия. А также он знает, что, согласно Писанию, к даятелю и тому, кто дает десятину, приходят благословения. Я даю десятину с одиннадцати лет. Это значит, что когда я получаю какой-либо доход, это не просто чек в служении, а любые другие доходы, я пишу книги и песни, получаю за них гонорары, я всегда отдаю Богу десятую часть от них. Я знаю, что это принадлежит ему, аниме. И как лидер, я должен быть примером для других людей и быть даятелем, зная, что Бог почитает тех, кто дает. Это принципы, которые мы используем, а об Израиле мы поговорим через минуту. Далее, в пятых, вы должны делать шаги веры, когда Бог говорит. Я называю это «выйти из лодки». Когда Иисус сказал Петру «иди по воде», если бы Петр остался в лодке, то ничего бы не произошло. Выйти из лодки значит сделать шаг даже тогда, когда это кажется бессмысленным. Иногда, после посещения наших собраний или конференций, некоторые люди решают переехать в Кливленд. Переехав, они ожидают, что мы найдем им работу, место для проживания, или даже будем их поддерживать, но мы так не работаем. Вы не должны делать этот шаг, пока не будете уверены, что это воля Божия. А во-вторых, вам нужно иметь план. Бог не послал израилитян в землю обетованную, пока они не осмотрели землю, чтобы понять, как ее захватить. Даже при захвате Иерихона, Бог сказал, что им нужно сделать. Бог — организатор и планировщик. Под шагами веры я не имею в виду слепую веру. Если вы планируете купить землю, то должны подсчитать, сколько будет стоить канализация, электричество, есть ли там вода, или нужно копать колодца. Иными словами, есть еще практический подход и здравый смысл. Пять пунктов, которые я назвал, я использовал в своем служении, чтобы принести Божие благословения. Но давайте немного поговорим об Иерусалиме и Израиле. Я всем сердцем верю, что в Библии есть несколько мест, указывающих на роль Иерусалима и Израиля в нашем благословении. Одно из этих мест — это Бытие, 12 глава, 3 стих. Слово «благословение» само по себе означает умножение. Конкретно в этом месте Писания это так. То есть если я буду благословлять Израиля, то Бог даст мне это умножение. А слово «проклятие» означает делать маленьким или умолять. Итак, 12 глава Бытия, 3 стих. Бог говорит Аврааму, «Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя. Я благословлю тех, кто благословляет тебя, и прокляну того, кто проклинает тебя». Иными словами, Бог обещает сделать вас маленькими, если вы не будете любить его народ. Вы только подумайте о всех тех империях, которые нападали на Иерусалим или на еврейский народ. Фараон из Египетской империи преследовал еврейский народ до Красного моря. Он и вся его армия оказались на дне моря. Однажды 185 тысяч осирийцев разбили лагерь за этой стеной, заполнив долины перед восточными воротами, но ночью пришел ангел Господень, и утром все эти 185 тысяч солдат были мертвы. Почему? Потому что они выступили против завета и против Божьего народа. Мы можем поговорить о Вавилонинах, которые разрушили храм, а позже их всего за одну ночь захватили не до перса. Мы можем также поговорить о Римской империи, захватившей эту территорию. В 70-м году римский легион пришел в Иерусалим и разрушил храм, забрав в Рим все сокровища. А в 5-м веке западная часть Римской империи развалилась и разделилась на 10 частей. Мы можем много говорить об этом вплоть до нашего времени, но каждый раз, когда какой-то народ нападал на Израиль, Бог умолял и уменьшал этот народ. Ответ очень прост. Эта земля состоит в завете. Бог пообещал отдать всю землю, которая тогда называлась Ханааном, Аврааму и его потомкам, которые позже стали называться евреями. Мы также знаем, что город Иерусалим, в котором я сейчас нахожусь, Бог пообещал отдать Давиду навсегда. То есть Иерусалим по завету был обещан Давиду и его потомкам. Израиль был обещан Аврааму и его семени. Люди, которых называют иудеями, это название появилось от местности Иудея, 10 из 12 колен Израиля попали в плен к ассирийцам. А эта территория принадлежала Иуде и Вениамину. И поскольку иудеи жили здесь до разрушения храма, жителей этой земли стали называть евреями или иудеями. Дело не в том, что евреи идеальны. Многие из них даже не религиозны. Но все дело в том, что Бог заключил завет с этим городом и с этой землей. Поэтому, когда вы выступаете против этой земли или против Иерусалима или Израиля, вы выступаете против завета. Вот почему Бог был так строг с другими народами. Послушайте, в книге Захарии сказано, что Иерусалим — это как зеница ока для Бога. В книге Второзакония Бог 9 раз говорит, «Я приведу тебя в то место, где провозглашается мое имя». Речь идет о горе Мариам или о горе Сион, то есть об Иерусалиме. Я бы очень хотел показать вам, как эти горы принимают форму разных букв еврейского алфавита. Но мы уже говорили об этом ранее. Впервые я приехал сюда в середине 80-х годов. Мы жили в прекрасном отеле. Я вышел на красивый балкон и увидел очень удивительное зрелище. Я увидел все это впервые в жизни. Это были стены древнего Иерусалима. Я очень хорошо помню свою реакцию. Я тут же начал плакать. Тогда рядом со мной был мой хороший друг. Мы обнялись и плакали, как дети. Я не мог понять, почему я плачу, глядя на стены. Но здесь духовная атмосфера, которая связана с этим городом. Только послушайте 121-й псалом. В нем сказано «Молитесь о мире для Иерусалима». «Пусть будут благополучны любящие тебя». Посмотрите на эти стены и на общий вид города. Потрясающая красота. «Пусть будут благополучны любящие тебя». Так говорим мы, и так говорит Священное Писание. И вот что начало происходить в моей жизни. В 90-х годах я привез в Иерусалим 119 человек. Вместе с нашим гидом нас было ровно 120. Бог всегда обращает мое внимание на числа. Все мы знаем, что 120 — это число людей на встрече в первой главе «Деяний святых апостолов». Когда мы поднялись в горницу, это было нечто необычное. Дух святой сошел на всех людей. Но с 95-го по 97-й год мой друг Гидеон начал рассказывать мне о событиях в Израиле, связанных с библейскими предсказаниями. Я узнал, что с 1967-го года выросла популяция стервятников. В некоторых местах их было по 150, а то и по 200 особей. И все они — плотоядные стервятники. Тогда я вспомнил и Эзекииль, который писал, что стервятники будут питаться плоти людей во время войны между Гогом и Магогом. Вот посмотрите, как выглядит эта птица. Я был в восторге от этого наблюдения. Примерно в то же время я познакомился с доктором геологических наук, который изучил землетрясения на Елеонской горе и предсказал, кстати, еще одну. Это важно, потому что в книге Захарии сказано, что Мессия придет на Елеонскую гору, и она разделится на две части. В Исаии 35 главе мы читаем о территории, что она возвеселится и расцветет, как нарцисс. В нашем переводе сказано «пустыня». Но на иврите это Арава, или конкретное место в Израиле. Оно проходит от Мертвого моря до залива Акаба. 120 миль в длину и 15 миль в ширину. Там нашли воду и начали орошать ферм. Раньше там не было никаких ферм, а сейчас там более 50 ферм. То есть это исполнение того, что сказано в книге Исаии. А в книге Иезекииля находится история Мертвого моря. И мы видим, что и это начинает исполняться. Мертвое море начинает формировать два моря, как и предсказывал пророк Иезекииль 2600 лет тому назад. И приезжая сюда, я влюбился в эту землю, потому что я люблю Библию. Любой, кто любит Библию, полюбит и Святую Землю. Кстати, Иордания — это тоже часть Святой Земли, потому что два с половиной израильских колена обосновались на восточном берегу реки Иордан. А сегодня это Иордания. Поэтому Иордания тоже имеет богатую библейскую историю. И она тоже считается Святой Землей. Но Израиль — это земля Авраама. Библия говорит, молитесь о мире для Иерусалима. Это первый шаг. Вам нужно молиться за Иерушалаем, то есть за город мира. По телевизору мы видим новости о войне, но, приехав сюда, мы видим, как утром дети идут в школу, маленькие дети идут сами, и никто и ничто их не беспокоит. Повсюду туристы и туравтобусы, а ночью вы можете почувствовать мир, окружающий этот город. Это действительно так, потому что Библия говорит, что в последние дни Иерусалим будет чашей иступления. И так будет во времена Великой Скорби. Но Библия говорит, что вначале мы должны молиться о мире для Иерусалима, а потом сказано, пусть будут благополучно любящие тебя. То есть процветание приходит не только от молитвы за город, а и от любви к нему. И вот в конце 80-х я начал появляться на некоторых христианских каналах и рассказывать об Израиле и предсказаниях, связанных с этой страной. Один из телеканалов во Флориде предложил мне записать несколько видео, чтобы предложить их во время их телемарафона. Так я начал записывать видео. От одних видео мы перешли к другим, мы стали записывать их все больше и больше, потом мы перешли уже на DVD, и когда мы сами вышли на телевидение, то были уже знакомы с большинством христианских каналов, потому что работали с ними ранее. Возможно, вы заметили, что 60-70% наших программ сняты в Израиле. Мы делаем записи во время наших поездок, которые мы обычно совершаем в ноябре. Кстати, сейчас тоже ноябрь, и здесь 21 градус тепла. Слава Богу, что мы можем снять для вас эту программу. Но благодаря моей связи с Израилем и моей любви к Иерусалиму, мы молимся за мир Иерусалима и любим этот город. И поэтому Бог благословляет наше служение. А также некоторые бизнесмены периодически жертвуют в наше служение. И это огромное благословение для нас. Но частично это даяние связано именно со Святой Землей. Поэтому я верю, если вы связаны с народом и с городом, давайте на время забудем о политике. К сожалению, политики часто все портят. Но если мы будем молиться за людей и любить их, и любить город, то в духовной сфере будет происходить нечто необычное. Бог будет давать нам процветание. Это один из ключей нашего процветания. Как я вам уже говорил, все наше имущество выплачено. Мы никому и ничего не должны. И все это произошло сверхъестественно. Без специальных сборов средств и без давления на кого-либо. Я считаю, что давая куда-то, люди не хотят просто бросать свой доход в пустую яму. Они хотят давать туда, где есть Божие благоволение, чтобы Божие благословение сошло и на них также. Поэтому я так рад, что в 80-х меня пригласили поехать в святую землю. Мы приехали и влюбились в эту землю. Это земля из библейских предсказаний. В нашей программе мы часто говорим о предсказаниях, и вы это знаете. Но мы также учим и на практические темы. Многие люди благодарят меня за то, что я проповедую о вере, о духовной войне, о Духе Святом, потому что это именно то, что им нужно. Не во всех программах мы говорим о предсказаниях, но очень часто делается акцент на еврействе и на практических вещах. Мы делаем это, потому что считаем, что людям нужно и одно, и другое. Практические советы о том, как жить и ходить с Господом, а также и предсказания, чтобы знать свое будущее. Давайте подведем итоги. Мне очень нравятся эти стихи. Молитесь о мире для Иерусалима. Пусть будут благополучны любящие тебя. А еще этот стих, где говорится, «Я благословлю тех, кто благословляет тебя, и прокляну того, кто проклинает тебя». Если проклятие уменьшает вас, то благословение принесет вам умножение. Итак, помогая нашей программе, и потому что она выходит из Израиля, то вы часть благословения и душ, которые спасаются по всему миру. Представители разных стран и религий приходят к Господу, и вы участвуете в этом. И я хочу поблагодарить вас за это. Каждый год мы снимаем в Израиле новую серию программ. Я прошу готовить для меня новую одежду, потому что иначе люди думают, что это повторы. Знаете, что это новая программа из Иерусалима. Пусть Бог благословит вас. У нас для вас особое предложение, поэтому оставайтесь с нами до самого конца, чтобы узнать о нем подробнее. С вами Пэрри Стоун. Я расскажу вам об очень важном инструменте нашего служения, который, по моему мнению, духовно поможет верующим больше любого другого инструмента нашей программы. За 40 лет своего служения я осознал, что одна обида всегда блокирует Божие благословения. Враг вашего благословения — ваша неспособность простить тех, кто вас обидел. «Огромная опасность в том, что вы будете ворошить грехи человека, который уже прощен Богом». Я выпустил четыре очень важных послания на аудиодисках. Они могут помочь вам обрести истинную свободу и благословение. Их название — «Взять приманку и жить с болью», о том, как сатана ловит вас на крючок. Второй диск — «Озаглавлен величайшая ловушка», которую нужно избегать христианам последнего времени. «Верьте или нет, об этом сказано в Евангелии от Матфея». Миллионы людей попадут в эту ловушку, когда враг соблазняет их безразличия. Третий диск — «Опасность рыбалки в море забытого». Я буду учить вас по Библии тому, что, вспоминая чужие прощенные грехи, и используя их против этих людей, вы рискуете подвергнуться той же демонической атаке, которая принесла им эти проблемы. Это одно из самых важных посланий, которые когда-либо давал мне Дух Святой. И, наконец, ключи к тому, чтобы остановить терзающий Дух. Я покажу вам в Библии, как христиане страдают из-за того, что открыли двери, мучающему их Духу, не простив других. Вместе с этим альбомом из четырех дисков я выпустил новый диск, который назвал «Возвращение гигантов». Содержание этого диска не будет звучать по телевидению. В Израиле было сделано ошеломляющее открытие, о котором не было заявлено публично. Оно восходит ко дням Нори. Я хочу, чтобы вы получили этот альбом из четырех дисков вместе с диском «Возвращение гигантов» прямо сейчас за пожертвование в 30 или более долларов, чтобы помочь продолжению трансляции фестиваля Манны. Чтобы заказать диски, звоните по номеру, указанному на экране. Заходите на наш веб-сайт или пишите нам по почтовому адресу, также указанному на экране. И назовите код LGM126. Ваша финансовая поддержка помогает продолжать транслировать фестиваль Манны и по сей день. Спасибо, благословения вам! Надеюсь, вам понравилось учение. Пожалуйста, закажите этот материал. Он очень важный. Он так помогает людям, что вам даже сложно представить. Они получают свободу после многих лет горечи и непрощения. Спасибо за то, что слушаете меня и верите, что это вас благословит. А теперь внимание. Бруксвель, Флорида, со 2 по 4 марта. Мы лишь недавно внесли это место в наше расписание. Бруксвель, жди нас, мы едем. Всего одно собрание пройдет 7 марта в Хиггсоне, штат Теннесси. 4 апреля Баттен-Руш, Луизиана, Грэндвиль, далее Мичиган, 22 апреля. Не забывайте, что скоро пройдет наша конференция для партнеров. И мы хотим увидеть вас там. Как видите, у нас много планов и много мероприятий. Многие из вас просили меня рассказать об этом. Так вот, в 2019 году моя жена просто обожает круизы, и я только за. Но я больше люблю сушу. Но она меня, скажем так, уболтала. И вот в следующем, в 2019 году, мы сделаем круиз на Аляску. Это будет праздничный круиз, посвященный моему 60-летию. Если вы хотите поехать с нами, то заходите на наш сайт, и вы узнаете более детальную информацию. В нашем служении происходит много всего. Но также много всего происходит и в мире. Я хочу, чтобы вы знали, что мы входим в особый период. В Библии сказано, что будет период сильного процветания и мира, ну а потом, согласно Павлу, придут цены разрушения. Я много раз говорил, что дненое можно сравнить с днями возвращения Христа. Многие ожидают, что это будет трудное время, тогда как на самом деле люди ели, пили и веселились. То есть, вначале будет период великого процветания, и он немного усыпит бдительность людей. Поэтому мы должны быть очень осторожны, входя в этот новый период. Надеюсь, вы побываете на одной из наших конференций, потому что сейчас Господь стал мне открывать то, чего Он не открывал никогда раньше до этого. И я хотел бы, чтобы вы это услышали, потому что тот, кто подготовлен, тот и приготовлен. Я обычно всегда так и говорю. Ну а я хочу поблагодарить вас за ваше время, и до встречи через неделю. Перистоун приглашает вас присоединиться к нему в туре по Израилю с 21 по 31 ноября. Вы можете посетить город Петро в Иордании. Всю информацию вы можете получить по телефону, указанному на экране, либо на нашем веб-сайте. Места ограничены. Звоните прямо сейчас. Продолжение следует...